добрый вечер вот сегодня мой собеседник доктор медицинских наук профессор ректор университета института прошу прощения института психологии и сексологии лев моисеевич чагов лев моисеевич я думаю подавляющим большинству зрителей известен известен как человек который вообще быть об этой тематике рассказывает о популярном виде но в основном как практически я бы сказал как практикующий врач сегодня мы будем говорить о психотерапии и сексологии как о разделе научных как о научной дисциплине точнее говоря как а двух научных дисциплин начнем мы с психотерапии значит вот я должен в качестве предисловия сказать зрителям что психотерапия это такая научная дисциплина как который находится на стыке психологии социологии педагогики даже может быть фармакологии практической медицины значит и вместе с тем она охватывает гигантское количество проблем которые начинаются от того от таких вещей как любовь дружба ненависть счастье и кончается как я понимаю совершенно медицинским проблемам типа фобий каких-то боязни безумных может быть внутренних не неадекватных поведений личности и прочее прочее вот лев моисеевич вот к вам первый вопрос вообще чем отличается психотерапевт от обычного психолога от учителя может быть от парапсихолога может быть от народного целителя вот в чем собственно говоря вот уже как специалист профессиональной точки зрения что это такое да но я бы сказал так тут же как бы слово двукорневое психотерапия то есть психотерапевт это специалист подчеркиваю специалист мы еще вернемся к этому который даже я бы сказал простыми словами переделывает перемонтирует некоторые элементы психики некоторые элементы поведения в чем отличие от психиатрии психиатрия занимается изначально громадной сферы душевно больных людей то есть изначально люди с неправильно болезненно патологически работающей психикой психолог формально работает с обычными людьми со здоровыми людьми у которых бывают затруднения сомнения конфликты с детьми и с родителями не знаю с начальством психотерапевт занял ту нишу которая стала известна где-то в 19 веке и называется очень странно пограничные состояния вот с одной стороны здоровые люди условно говоря там психолог с другой стороны изначально несчастные больные люди с искаженной психикой там психиатр но оказывается что есть громадный коридор в котором живет большинство кстати из нас которые не абсолютно здоровы психически но и не являются психически больными людьми невротики повышенная впечатления впечатлительность какие-то переживания травмы детства тяжело сложившаяся жизнь вот там психотерапевт а вот скажем если очень кратко сказать что самое главное вообще какой какая самая главная идеология находится вот в этой в этом разделе знания это идеология взаимоотношения сознательного бессознательного или что-нибудь в этом роде трудно андрей михайлович сказать потому что это не ваша замечательная астрономия математика физика где все-таки есть господствующие теории а здесь поразительно но действительно скажем психотерапевт или сексуалок мы потом наверное к этому приблизимся обязательно это зачастую специалист который работает в том ключе какую идеологию он научную идеологию разделяет скажем условно говоря есть поведенческие психотерапевты что такое поведенческие психотерапевты я буду говорить упрощенным это скажем те которые считают что поведение человека это и есть результирующая вот всей его личности детства переживания сознательного бессознательного особенности тонкость поведения вот один человек негодяй ряд поступков другой человек великолепный ряд конкретных поступков третий человек хочет чего-то добиться ряд конкретных поступков гитлер ряд конкретных получил энштейн ряд конкретных и надо корректировать поведение все это результат вообще высший. Поведенческие психотерапевты. Их не интересует бессознательно. Будем заниматься вашим поведением. Я понимаю. Честно, вот скажем, когда мы говорим психотерапию, это значит, мы говорим все-таки, ведь есть врачи-психотерапевты, значит, это некий отдел медицинского знания. На границе медицины и психологии, да. Тем не менее, есть такое понятие, видимо, психотерапевт занимается лечением, правильно? Конечно. То есть разрешением каких-то проблем у человека. Конечно. Иногда эти проблемы в отношении с внешним миром, иногда с внутренним миром, иногда с миром семьи, иногда с коллективом и целая, так сказать, такая структура. Значит, психотерапевт и одновременно... Психоанализ ведь это раздел психотерапии, да? Или это техника психотерапии? Если психотерапию брать в широком смысле, да, после работ Фрейта психоанализ стал грандиозным разделом психотерапии. То есть... И не только психотерапии. Претензия и раздел философии, и раздел общей психологии, и вообще раздел миропонимания. Вот это замечательно. Для зрителей, мне кажется, поскольку все-таки наша программа, она научно популярна, и так я бы сказал бы. Давайте немножко о Фреде поговорим. Значит, это действительно выдающийся австрийец, как я понимаю, человек, который... Вот насколько я знаю еще до того, как мы... До того, как он стал заниматься психотерапией и психоанализом, это человек, который занимался просто научными исследованиями, занимался физиологией, то, что мы вам сейчас говорили. И насколько я понимаю, просто из-за тех обстоятельств, что на этом, занимаясь наукой, нельзя было достойно жить, он стал заниматься медицинской деятельностью. И я понимаю, что он был создателем целого глобального нового направления в этой науке. Вот в двух словах. Давайте пытайтесь нам резюмировать, в чем там было дело, в чем его самое крупное достижение. Да, Фрейд, как и многие гениальные люди, вообще претендовал на открытие, вообще как бы глобальное открытие сути человека, уже неплохо, да? Но еще и суть общества, почему движение, революция, почему эти народы воюют с этими, дальше вообще суть мироустройства. Это, конечно, этот глобализм сегодня, естественно, не может быть на сто процентов принят, но Фрейд был гений, и кое-какие вещи, даже его противники, категорические противники, они не могут отрицать. Он открыл то, что в каждом из нас существует сфера бессознательных процессов, которые мы сами осознать не в силах, но так же, как мы не можем же сейчас почувствовать, как у нас там в какой-то артерии кровь перетекает, но она-то перетекает объективно. И так же в психике есть, безусловно, грандиозная сфера процессов, которые мы не осознаем, но кроме всего прочего, эта бессознательная сфера зачастую может определять, почему у меня такие интересы, а у вас такие. Почему я человек ровный, спокойный, флегматичный, а вы вспыльчивый, нетерпевый. Почему я выбрал эту даже профессию, а вы это? Это крайне интересно, и это только благодаря Фрейду. Илья Моисеевич, насколько я понимаю, когда вы говорите о бессознательном, это вещь, как бы, эмпирический факт, он должен был быть установлен. И я понимаю, что Фрейд это установил в экспериментах с гипнозом, да? Да. Я понимаю, вот... Да, вообще ведь Фрейд действительно, он начинал как совершенно традиционный такой, естественно, научный исследователь, если так можно сказать. Он, вообще он, он был блестящий, честно говоря, человек. Он знал фантастическую историю, он прекрасно знал античный мир. Кстати, очень интересно, что его мечты, это Ганнибал. Мечты. Мечты в каком смысле? Стать Ганнибал? Да, 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 полководец, мировые вопросы и так далее. Но это специфика времени, это специфика ограничений национальной в Австрийской империи. Он ведь еврей был, да? Да, он был из еврейской семьи, то есть колоссальные амбиции и некоторые ограничения, которые загнали его в медицину. Я, кстати, зрителям скажу, что Фрейд, вы меня поправите, потому что вы должны знать лучше, чем я, существенно. Фрейд же родился в семье Миховщика, если не ошибаюсь. Да, да, да. Довольно много было детей, но он был бесконечно талантлив, поэтому родители решили вообще все ресурсы бросить на его образование и воспитание. Он действительно был очень талантлив. Ряд языков, история, знания античного мира, высоко культурный человек, которых сегодня, ну, так разносторонне образованных, к сожалению, очень мало. И действительно он занимался конкретной медициной, потом начал заниматься исследованиями. Поразительная вещь, мало кто знает, что он является просто открывателем микрооткрытия. Он открыл, работал в лаборатории с кокаином, как исследователь, и открыл то, что кокаин обладает местно-анестезирующим действием. Поэтому иногда его применяли в мелких операциях. И все-таки он решил заниматься неврологией. Опять же, органическими вещами. Неврологи занимаются ведь вот там спина, сотрясение головного мозга, радикулиты. Но он попал к великолепному Шарко. Шарко в то время был, ну, как бы, такой медицинский гений. В Париж. Да, в Париж поехал, учился у него. Потом начал осваивать гипноз. Тоже банальные вещи. И вот через гипноз он пришел к началу выстраивания своей психоаналитической теории, и потом, к сожалению, категорического отрицания гипноза как такового, так как это некий метод насильственный, навязанный. А он как бы пришел к психоанализу, который, если говорить предельно коротко, состоит в следующем. Психоаналитик понимает язык бессознательного. Мы не понимаем. То есть он формально дешифратор. вот как бы вам сказать, вам во сне приснилась там нога курицы, которая летает там где-то, падает, превращается в вашего двоюродного брата. Нелепость вроде бы. Сальвадор Дали. Да. Психоаналитик это анализирует, он понимает язык бессознательного. Так же, как если мы стоим около радиста, нам просто пиканье, а он морзянку понимает. И там, все, спасите. Психоаналитик расшифровывает, понимает суть проблемы. По беседе. В беседе. По анализу в беседе, по анализу симптомов, по анализу сновидений, по анализу фантазии, по анализу склонностей, по анализу ошибок, описок, оговорок. И он составляет впечатление о вашем глубинном комплексе. А вот то, что он... Вот послушайте, который есть у всех. Да. И дальше он этот глубинный ваш комплекс проводит через ваше осознание. Бессознательное. С нижнего этажа. Надо поднять и провести через сознание. И тогда ослабевает давление этого комплекса. Поэтому гипноз стал категорически отрицать, хотя, на мой взгляд, есть разные методы. Не обязательно их отрицать. Поясните мне тогда чисто технологически. Значит, вопрос есть, пожалуйста. Да-да, добрый... Здравствуйте. 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 Скажите, пожалуйста, вот, доктор Щеглов, вы мне объясните вот одну вещь. Вот почему, если люди научились договариваться друг с другом, то так должно происходить и во Вселенной? Ведь может быть, как раз наоборот. И совсем не обязательно, что человек диктует, что происходит в мире. Спасибо. Со Вселенной? Может, даже ко мне вопрос. Ну, я бы сильно прошел. Так как я не очень понял вопрос, то, конечно, я бы с удовольствием хотел, чтобы вы на него ответили. Я не очень понял вопрос. Если я правильно понимаю, то я на него отвечу. Он говорит о том, что вопросы договариваться, это вопрос, так сказать, человеческой культуры и человеческих правил. Ну, правильно, действительно, мы можем построить такие цивилизации, в которых этот вообще предмет отсутствует. И поэтому этот вопрос будет просто бессмысленный. И такой вопрос можно не ставить. Ясно, что мы можем построить такие цивилизации, в которых, творится Бог знает что, совершенно не похожее на то, что происходит у нас. Все ценности будут. Наверное. совершенно другими. А следом, это другие будут технологии, и уже никакого психоанализа, ничего этого не будет. Я бы сейчас хочу вернуться. Да, пожалуйста, вопрос. Слушаем вас. Добрый вечер. Пожалуйста, алло. Алло. Добрый вечер. Да. У меня к доктору Щеглову такой вопрос. Да, да. Значит, при переводе стрелок с зимнего на летнее время я заметил такую у себя ситуацию. У меня потенция стала утренняя. Потенция намного хуже. Вот как вы можете объяснить вот этот казус со мной? Ну, может быть, это многие и другие чувствуют, но не говорят об этом. Вообще были у вас исследования по поводу с зимней с переводом стрелок? Спасибо. Вы об этом совершенно серьезно говорите об этом, да? Да, серьезно. Видимо, да, потому что тут же отключился. Видимо, действительно с потенцией что-то раз тут же отключился, да? Да. Значит, ну, если это совершенно серьезный вопрос, так как неплохо и пошутить, ибо такая тема мрачного взгляда не должна заслуживать. Но формально это может быть, потому что с глубокой научной точки зрения утренние рации у мужчин определяются тем, что специфический мужской половой гормон, тестостерон, имеет пик своего выделения в суточной кривой именно ранним утром. И поэтому совершенно возможно час туда или час назад немножко сбивает с пика. Ничего страшного. Значит, вернемся к Фрейду. Да, вернемся к Фрейду. Вот объясните мне, с его учитель, с его, значит, партнером, с которым он занимался, гипнозом, да, Брейером, насколько я понимаю, они открыли такой феномен, что когда они вводили вот эту анознанную, значит, гипнотическое состояние, она рассказывала о том, о чем она, собственно, как бы сознательно или там бессознательно стремилась забыть. Конечно. А это, то загнанное туда в подсознание, являлось тем фактором, который мешал жизни этой даме. Конечно. И, собственно, на этом был этот феномен открыт и одновременно открыт был механизм лечения. Правильно я понимаю? Да, да, да. Поэтому, да. Безусловно. Это как раз вот еще раз иллюстрирует то, что я говорил, что как бы если мы говорим о традиционном психоанализе, я совсем не хочу сказать, что вся психотерапия ограничивается только психоанализом. Речь идет именно о том, чтобы твою бессознательную проблему специалист осознал и провел через твое личное осознавание. И за счет этого тебя выяснили? За счет этого ослабевает давление этого патологического комплекса. То есть, правильно ли я понимаю, теперь я вас спрашиваю, даже как практикующего врача, пока мы говорим только о психоанализе, не говорим о сексологии, потому что мы чуть попозже будем об этом говорить. что, значит, есть, скажем, многие болезни, которые мы видим... Сейчас я вспомнил один пример, могу проиллюстрировать. Да, вот вы сейчас можете проиллюстрировать. Значит, многие болезни, которые мы воспринимаем как болезни физиологические, так сказать, в обычном смысле, на самом деле, связаны с вот этими внутренними задавленными проблемами. Конечно. Но можно сказать, то, что по этому анекдоту, что от нервов все остальные болезни, хотя не всегда от осознанных нервов. И поэтому врач-психотерапевт может излечить по существу как бы внешне от органических болезней, хотя на самом деле они психическое содержание. Именно связанные с переходом вот туда, на подсознание. Вот я хотел бы... Я вам хочу иллюстрацию, и, может быть, и нашим телезрителям это будет очень интересно. Поверьте, что это реальная вещь, потому что нам, когда долгие годы практики, легче вспоминать, чем придумывать. Ну, это две минуты надо. Крупный начальник. Инфаркт. Схватили кардиологи вовремя, правительственная клиника, подлечили. Относительно молодой возраст, там, 40 с чем-то лет. Подлечили, все, можно работать. Не может. Не может, слабость, вялость, боли, обоснований нет. Кардиологи говорят, ну, может. Мы все сняли, в принципе, а он не может. И вот тогда вокруг него начинается суета, естественно, возникают психотерапевты. То есть клиника совершенно здорового человека, да? Да. То есть формально кардиологи видели инфаркт, ну, как, чтобы более упростить историю, ну, увидели дырку, заштопали, и все, отлично. Нет, не могу, все. Начинается длительная с ним история, погружение, и вот кратко. Мальчик из провинциальной семьи, переехали в Петербург, новая школа, приняли плохо, как всегда, окол, с каким-то диалектом, бедный, ходил в заплатках, дико полюбил какую-то девочку во втором-третьем классе, очень впечатлительный. Собирался две-три недели, подошел к ней, пойдем сегодня в кино. А что на языке того времени, это было, да? Признание в мире. Да, признание в мире. А на что она ему говорит, что с тобой, обезьяна, посмотри на себя в зеркало, ты идиот, я давно с Васькой там. У него был жар, температура. Переживал, после этого стал зверски учиться. Закончил школу. Начал, семья бедно жила, одновременно работать институт. Занимался так, что кровь шла носом. Закончил институт. Мастер, зам начальника цеха, начальник цеха, зам главного инженера, главный, короче, стал директором крупнейшего объединения. И, понятно, сердце не выдержало. Ага. Ну, перебрал. Карьериста и вообще взял не по силам. Физически-то мы понимаем, кто-то может взять 50 килограмм, кто-то 100. Не рассчитал. А откуда карьеризм-то возник? И вот мы раскапывали, что, как ни странно, он всю жизнь не осознавая, хотел этой девочке доказать, что он круче этого Васьки. Это приблизительно как Абрамович, который когда-то любил девочку, ту, которая любила отвергла. И когда мы с ним провели такую сессию, ну, в таком, в трансе, и он заново как бы это переживал, у него даже катилась слеза, потому что он говорит, я не думал об этом уже 30 лет. Ему стало легче, и он встал и пошел в работу. Вот и все. А... Лев Моисеевич, это значит, что вот такие болезни, болезни язвы, иногда болезни язвы, желудка, там, предотвратные состояния, психосоматические болезни. Да, психосоматические. Их можно лечить словом. Я бы так сказал, понимаете, вот самое это неприятное, и поэтому вот многие не могут понять друг друга, врачи, психологи и так далее. Есть, к сожалению, к сожалению, подавляющее большинство врачей, которые считают так, психология это милые вещи, ну так, поболтать надо успокоить, вот и вся психология. Чушь. На самом деле, компьютерная томография, ядерный резонанс, физика идет в медицину, и действительно, великие какие-то исследования. Я, кстати, вас приводна, наша предшественная передача была вместе с известным вам, вашим знакомым, член-корреспондентом Медведевым. Да. И он как раз, когда говорил о таких явлениях, связанных, в общем, с мозговой деятельностью, именно в плане таком, я бы сказал, даже психотерапевтическом, он касался каких-то, как раз проблем, вот физических методов исследования. Конечно, и действительно, медицина шикарно развивается. Но у вас это не так, все-таки это слово. Не совсем. Не совсем. Не совсем. Вот она шикарно развивается, да? И поэтому, естественно, большинство врачей считают, что психология, ну, это так немножко болтовня какая-то. Иди, проверь, иди это сосчитай, измерь все это так. Психологи, упертые, иногда вообще, как бы, презирают биологию, забывают о том, что мы устроены по неким законам биологическим. Любая проблема, а, у вас там главные боли, ну, это в детстве мама недолюбила, а сердце, это, значит, тоже когда-то переживание в трехмесячном возрасте. И то, глупости этого. Психосоматика не противопоставляет телу и психику, а исследует совместно. Поэтому, почему предполагается, что психотерапевтам желательно, чтобы в образовании изначально был врач? Врач. Потому что это комплексно. Я могу лечить психотерапевтическими сеансами, одновременно выписывать рецепты на некоторые очень мягкие, там, седативные, антидепрессанты, еще что-то. Одновременно могу направить на физиотерапию. Это комплексное лечение, потому что мы с вами не разделены отдельно на дух и отдельно на тело. Это все вот так скручено. Хорошо. Тогда такой вопрос. Скажите, пожалуйста, значит, ну, вот если, скажем, все-таки такая компонента, довольно мощная, компонента слова, правильно? И каких-то очень легких лекарств, которые, как я понимаю, тоже в определенном смысле, как слово работает. Потому что, когда человек принимает... Ну, чуть-чуть и на химическом уровне тоже. Чуть-чуть. Ну, скажем, ты святую воду принимаешь, хотя там ничего особенного нет, но это работает. Эффект плацебо. Да, совершенно верно. Вот Иисус Христос. Он, может быть, тоже был первым психотерапевтом, потому что, собственно, он лечил словом, по-видимому, решая те же самые проблемы, потому что вряд ли слепые были органически слепые, а неподвижные были органически... Безусловно. Безусловно. Более того, я вам скажу поразительную вещь, что очень хорошо иногда бывает эффект психотерапевтический от какого-то специалиста, если он сам немножко невротичен. Кстати, как Фрейд, который был невротиком. Все великие люди. Нет, раз вы вот фигуру Христа... Да-да, Христа давайте, да. При всем уважении как бы к истинно верующим, не к кривляющимся, а к истинно верующим, но мы сейчас рассмотрим это как конкретные фигуры, потому что есть много описаний. Это очень интересно. И это факты. Значит, у Христа был некий дар проповедей, ну, вы знаете, бесконечной проповеди и прочее. Ну, такое немножко как бы невротическое поведение. Берем следующую большую религию. Моисей. Описано, он заикающийся был. Он заикался так, что его иногда плохо понимали. Магомед фигура. У него были типа приступов, типа эпилептоподобных, когда были откровения, и это очень поражало. То есть, вот если предположить, что эти фигуры имели исторические корни, они, конечно же, были необычны все, потому что обычный человек, он замечательный, ему хорошо, у него хорошее пищеварение, хороший стул, ровные процессы психические, ничего его особо не волнует. Это вот тот суперздоровый обыватель. Всегда необычная фигура в чем-то как бы имеет акцент. Это вот старые байки насчет гения и безумия. Нет, гений безумным быть не может, но он должен быть около этой границы. Я, кстати, хочу сказать, около, рядом. Коснусь темы, которая, конечно, это ваша профессия, но просто приведу пример. Я вот в свое время меня поражал, когда я занимался проблемами внеземных цивилизаций, мне было интересно такие проблемы, вот, кстати, очень похожие на то, которое было задано в первом вопросе. Значит, там я столкнулся с такой ситуацией, что вот был такой профессор, академик, медицинской академии Многодовиденков, который объяснял, откуда вообще все суеверия возникли. Что суеверия были связаны с тем, что во главе первобытных племен становились невротики, которые были активными людьми, которые были с массой проблем, с массой фобий, и действительно им нужно было, скажем, выходя из пещеры, обязательно плюнуть налево или прикреститься направо, тогда он снимали эти невротические синдромы, а поскольку они были наиболее активными людьми, то их функция, болезненная функция, социализировалась и становилась нормой, и так возникали, значит, уже принципы, которые исповедовались во всем племене. Но это, вот это похоже, я считаю, на Моисея, а все-таки с Христом видимо было по-другому, именно он действительно был псевдотерапевт, потому что вставали люди, вставали из гроба, прозревали. Вы знаете, вот я, в отличие от вас, который призван задавать вопросы в вашей программе, вот хотел бы вам предложить так. Как вы думаете, а чем отличается психотерапия, скажем, от такого психологического мошенничества? Ну вот когда людей закручивают в финансовую пирамиду, в секту, они там дают квартиру, трясутся. Вопрос, да? Думаю, граница размыта, потому что в определенном смысле, в определенном смысле были такие эпохи, вот, середина 19-го, начало 20-го века, когда люди верили всяким, после что, пророкам, была такая общая такая социальная обстановка, да, я думаю, что это так. Есть вопрос в ценностях, есть вопрос в ценностях. Вот, вот. Во имя добра и зла ты делаешь, что ты делаешь. Вот, совершенно верно. Я долго думал, и мы даже это обсуждали на психотерапевтическом, по большому счету иногда гениальный мошенник, он великий психотерапевт. То есть, глава МММ не хуже... Конечно, у него есть, он может быть там негодяй, он может быть аморальный тип, но у него есть определенный психотерапевтический потенциал, да? Так вот, действительно, мы думаем, отличие в основном цели, у одних цели низкие, ободрать, обмануть и выбросить тебя. У психотерапевта целью тебя изменить, поднять, позитивность, да? И, конечно, все-таки научность. Когда ты понимаешь, как устроен человек, и как они просто, как там баба Нюра, варит какую-то ножку лягушки, но какие-то неразвитые люди дико в это верят, они могут отвар из этой ножки лягушки выпить, и им на время легче станет. Нет, это замечательно, то, что вы сказали, потому что вы опередили мой вопрос. Вот где различить, где проходят границы между психотерапевтом, то есть специалистом в этой области, владеющим научными знаниями, научность и целью, всякими, я не знаю, там паратерапевтами, так называемыми, в кавычках, или там кем-то там безумицами, которые лечат там кем-то совершенно непонятными средствами. Вы знаете, ну, это вообще как бы я даже, ну, мне это смешно, но человек вообще существо очень мутное, и это очень, да, очень все сложно. И вот мы психолого-психиатрические дебаты, значит, на наш взгляд идеальный человек, вот умный, глупый, ну, вот как это понять? Вот сидит сегодня библиотекарь, прекрасно образованный, сидит в рваных штанах, он не умеет заработать даже 100 рублей, он не умеет обеспечить своего ребенка, умный он или глупый? А в то же время коммерсант какой-нибудь, который ни черта не читал, умный он, эффективный или глупый? Разные вещи, есть образованность, интеллигентство. короче, наш взгляд продвинутого интеллектуального человека отличает критический взгляд на все, на себя, на мир, элемент скепсиса. Чем больше человек склонен вот, вот, к массообразованию, толпа, чем больше он склонен к истерике, чем больше он склонен, большинство всегда право, 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 тем более он склонен к гипнозу такому массовому, поэтому творческий потенциал это критика всегда, когда ты переосмысливаешь, поэтому, ну, кто верит в какую-то астрологию, какие-то бабушки, какие-то карты Таро, какой-то сглаз, какая-то белая магия, что с ними делать? Нечего делать, но это люди, увы, несоответствующие 21 веку, потому что такие же были в 12 веке, ползли, была часовня одна во Франции, там была одна как бы икона, я не помню ее название, люди ползли несколько суток, кровь оставалась на этой дороге, они ползли, прикасались, и тем, у кого функциональное заболевание, действительно становилось сугубо легче, но функциональное, но никто полз с одной ногой не возвращался же с двумя ногами, так что это все, это вопрос веры, а вопрос веры как бы очень трудно обсуждать, вот я верю в то, я не знаю, что мир стоит на трех китах, ну как вот, если человек не хочет логические мысли, ну вот тут верю и все, я хочу вообще, кстати сказать, я хочу, кстати сказать, возвращаясь к тому, о чем я говорю о Фрейде, смотрите, вот вся вот эта психотерапия в современном смысле, это вот это соединение сознательного и бессознательного, то есть закапывание в то, что Фрейд говорил, как я понимаю, в подземное царство, это ведь происходило в те времена, когда наука стала формироваться в том самом виде, в каком мы ее сейчас видим, тогда были выдающиеся открытия Фарадея, которая открыла электромагнитную индукцию, этап 31 год, 19 века, через 40 лет Максвелл построил свои знаменитые уравнения Максвелла, которые объяснили понятие электромагнетизма, Геленгольц, по существу, сформулировал закон скорой энергии в современном виде и превращение энергии, Дарвин создал теорию революции, вот это все создало основу, и тогда, как я понимаю, Фрейд и вообще ребята, которые вокруг него были, там, Юнг и Познг, дальше, это люди, которые понимали, что этот вопрос можно изучать как научными методами, строгими методами, этим, конечно, как бы отличается кардинально от бабушек, от астрологов, хотя, может быть, настроение их тот же самый. Самый фокус, что научное представление действительно о психике, человеческой сексуальности, сложилось действительно только где-то в начале и в середине 19 века. Девятнадцатого века, да. Хотя, все прошлое предоставляет море интересного материала, эротические культы, представления древних, там такие есть тонкие вещи, но в то же время, это же странно, дико, когда Гиппократ, это же великий философ, великий врач, а вот он говорил, что сперматозоиды вырабатываются у мужчины в голове, а потом по каким-то канальчикам выливаются через известное место. На сегодняшний взгляд это дикость, но так была устроена та наука, потому что они не понимали, В 17 веке люди считали, что думают не головой. Вот, 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 вот. А многим кажется, что мы 2000 лет, там, да, да. Современная наука, это два столетия, наверное, максимум. Немножечко скажите, пожалуйста, вот есть какие-то такие фундаментальные вещи психотерапии, ну, начиная, вот мы упомянули оной, там, я, супер-я, либидо, катарсис, вот эти такие фундаментальные понятия, которые, по сути, свои не философские, по существу, это, как я понимаю, элементы, ну, общей концепции одновременно, кстати, медицинской практики, да. Как устроен человек, да. Ну, вот, действительно, я, кстати, не считаю себя вот таким убежденным фрейдистом, совершенно, вот, но надо быть объективным, он очень много сделал, и вот он предложил, как бы психику, там вообще сложнее, но мы, ну, да, конечно, как бы, есть три основных этажа психики, вот, оно, подвал, самый нижний уровень, откуда? Фрейджи был эволюционист, то есть, он, как бы, вот, раз вот так, человечество постепенно развивается, он говорил о следующем, человек, тысячи лет, жил в периоде дикости, что значит дикость? Хочу, отнял, не нравится, убил, испытывая желание, изнасиловал, убежал, порвал, и так далее, ну, это, это действительно, и это не просто размышления кабинетные, есть факты, потом пришло время цивилизации, чтобы жить вместе в общежитии, нельзя это делать, надо как-то смирять себя, потому что, вот, мы должны как-то вместе существовать, заметим, кстати, мы говорили о религиозных лидерах, и иудаизм, и христианство, и ислам, и буддизм, все, одну секундочку вопрос, пожалуйста, хорошо, да, слушаем вас, добрый вечер, добрый, добрый, меня зовут Виктор Александрович, у меня вопрос к Льву Михайловичу, вы знаете, вот как вы относитесь, к сравнению экстрасенсорики, в частности, к достаточно известным опытам, с картами Зенера, насколько это соответствует истине, или это, простите за выражение, липа, спасибо, ну вот мы действительно оба попытаемся ответить, я так скажу, тем более в свое время, принимал участие, в проверках таких, когда-то, может быть, вы слышали, были такие, Роза Кулешова, в общем, такие были как бы феномены, им завязывали глаза, они руками цвета определяли, значит, в итоге все получилось ерунда, и я не знаю, я бы так сказал, Наверное, есть некие феномены, которые надо изучать, все, таких явлений в экстрасенсорике, которые сегодня были бы доказаны, и четко существовали, и воздействовали бы реально, я не знаю, вот Андрей Михайлович, я добавлю только одну вещь, поскольку я вообще по такой, совсем узкой специальности радиоастронома, могу сказать, что в свое время делались очень большие и крупные эксперименты по проверке возможности передачи, мастер-стояния, это делалось таким образом, телепатия, погружались, там подводы, это было на подводной лодке, на мультилусе, действительно, по заданию Министерства обороны эти исследования велись, ну и они показали совершенно отрицательный результат, хотя это была полная заинтересованность Министерства обороны США, значит, в использовании этого канала, как нового защищенного канала, передачи информации, особенно при управлении атомными подводными лодками, нужно вам сказать, что в России делали, в СССР делали такие же вещи, специальные были группы, в основном закрытые, которые вели эти исследования, и тоже там никакого положительного результата нет. Вообще, есть какое-то такое ощущение, что, в принципе, вот чудес такого рода не бывает, хотя, несмотря на, то есть, как бы наука отвергает такие вещи, которые, ну, как бы здравому смыслу противоречат сразу же, что в науке все-таки некая есть логика такая, которая не позволяет туда внедряться чему-то сходу необычному. Необычное открывается в процессе очень длинного пути. Да-да, конечно, так вот я продолжу. Итак, человек жил долго в периоде дикости, убивал, грабил, насиловал, это и был период дикого человека. Пришла цивилизация. В чем приход цивилизации? Вот все основные религии, заметим, все заповеди и в иудаизме, в христианстве, в исламе, в буддизме, это называется правило благородных истин, они все начинаются с частички «не». Заметьте, не убей, не укради, не лжесвидетельствуй, не сотвори сейку мира. Почему все время «не»? Потому что человек жил, да, его надо было ограничивать. И Фрейд гениально заметил, что культура это искусство ограничений. Так вот, человек как бы прекратил убивать, грабить и разрывать, и вот хочу я этот галстук, сорвал и побежал дальше. Но это никуда не делось. Это было тысячи лет. А в цивилизационном мире человек живет, ну, одну тысячу лет, скажем. И вот это как бы выдавилось в самый нижний этаж его, как бы, забытые воспоминания. Это есть оно. Это наши разрушительные эгоистические комплексы. Хочу отнять, убить, ограбить, искалечить, воспользоваться, украсть, изнасиловать. Хочу чужую жену, хочу чужую вещь, хочу деньги, власть, хочу и все. Но мы стали цивилизованными. Поставлен блок, это выдавилось, где-то существует. Теперь берем самый верхний этаж, сверх я. Что такое сверх я? Это то, что как бы противоположность оно. Это правило жизни в этом обществе. Это то, что связано с понятием честь, совесть, воспитанность, порядочность. Папа, мама, первые, кто вводит это. Поэтому для многих родителей это как первая цензура. Не трогай, нельзя, палец в нос не надо. Неприлично. Я, кстати, хочу сказать, я, может, надеюсь, те, кто люди глубоко верующие, я их не обижу, я такой образ, как хочу привести вам. Значит, вот как бы то, то, получается так, что вот если, скажем, исследовали бы ветхозаветные... Ну, первая история, которую говорили о человечестве, это правила ветхозаветные. Действительно, вот если бы мы исследовали бы сейчас тем заповедям, которые находились в ветхозаветном, в ветхозаветной части Библии, то мы бы сидели бы в тюрьме, потому что это совершенно противоестественно нынешнему положению вещей. С другой стороны, если бы, я думаю, мы следовали бы заветам нового завета, мы бы сидели бы в сумасшедшем доме, Потому что это тоже, в принципе, исповедовать нельзя. Жизнь устроена сложнее. Вот это какая-то борьба вечная. Минучка, вопрос. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий. Вопрос к доктору Щеглова. Да, Дмитрий. То есть, вот если я правильно понял, что если цивилизованность приходит тогда, когда борется с да, да, с вседозволенностью, то вот нынешние демократические свободы, это обратный процесс. Не совсем с вами согласен, потому что демократические свободы все-таки предполагают цивилизованные формы свободы. Это не вседозволенность. Если вы имеете в виду какой-то печальный российский опыт, так это не говорит о том, что вот демократия это типа делай чего хочешь и плюй на всех окружающих. Это наш печальный отечественный опыт. А демократия, в общем-то, предполагает, я бы сказал, такую цивилизованную свободу с учетом желаний и нежеланий других людей. Более того, я вам скажу, уж если мы пошли в такие политологические вещи, мне кажется, одно из очень хороших определений демократии, это всегда прислушивание к мнению меньшинства. И меньшинство имеет право на свои мысли, взгляды и прочее. А не просто, а, 90%, значит 10% вообще, плюнем на них и прочее. Нет-нет, демократия не предполагает вседозволенность. Это разные вещи. Спасибо за звонок. Да, так вот я еще раз продолжу. Итак, сверху нас давит то, что как бы придумано культурой. Правила поведения, нельзя в обществе быть эгоистом, зверем, агрессивным, честь, совесть, воспитанность, порядочность и так далее. Снизу все равно нас поддавливают вот эти желания, хочу, мое, эгоизм. Как иногда говорят животные, а вот в середине, между этими двумя силами, как бы и бьется наша специфика. Кого-то сильно давит изнутри, он специфический человек. Кто-то излишне задавлен, нельзя, стыдно, они как-то нехорош, он тоже специфический человек. Вот в этом противоборстве бьется понятие я. Это не зависит от цивилизационной культуры, это не зависит от применительного, может быть, применения к китайцу, японцу, еврею, европейцу. Умноженное на его путь. Вот я вам скажу поразительную вещь, это будет любопытно. Научные исследования показали. Индия, страна высочайшей культуры, ну, как бы прошлого, но с точки зрения цивилизации, слабой культуры. Ну, мы же знаем, что там железные дороги им недавно англичане построили. Тем не менее, было время, когда они изобрели потрясающе, сделали металлическую колонну, просто это ушло. Да, ушло, ну, бедная страна, перенаселенная, большие проблемы. Короче, там посмотрели, какой разброс психической патологии в сравнении с Европой и Америкой. Депрессии, инфекционные психозы, маниакально-депрессивные психозы, разные виды шизофрений, там, так далее, эпилепсии. Примерно, так сказать, плюс-минус, ну, сопоставимо. И вдруг оказалось, что то, что очень представлено в так называемом западном мире, к которому я глубоко убежден, и Россия в этом смысле относится, вот таких сугубо невротических заболеваний, связанных с чувствами вины за секс, с какие-то сексуальные переживания, соответствия, несоответствия, получается, не получается, то, чего очень много в нашем мире. Почти нет. Почему? В истории буддизма и индуизма никогда не было даже столетия хотя бы, чтобы секс объявлялся грехом и чем-то, что надо выкорчевывать. То, что в иудаизме и в христианстве было всегда. Бервородный грех — это грех телесности и телесных побуждений. Поэтому это еще зависит от той культуры, с которой мы связаны незримыми ниточками. Поэтому все-таки мы от китайца и от индуса будем отличаться. Кстати, я понял, что если следовать Фрейду, то я понял, что вы подсознательно выводите на вопрос о сексологии. Потому что я понимаю, что у Фрейда это был колоссальный элемент, потому что этот элемент был абсолютизирован максимально. Да, он был абсолютизирован, но в то же время, честно говоря. А вот давайте подумаем. Вот объясните мне, какую роль играл вообще вопрос секса, то, что мы называем... А вот попросту даже. В научном плане, подчеркиваю. В научном плане. Поэтому зрители, я умоляю, так сказать, о технике и о некоторых проблемах, связанных с сексом. Если задавать вопрос, да, без деталей, в основном в научном плане. Да. Вот я вам скажу так тоже, вот попросту, но в научном плане. Если задуматься, то пол, в переводе с английского секс — это пол, да? Пол — это же самая сущностная характеристика человека. Почему? Кроме редчайшего явления, которое находится все-таки за гранью нормы, транссексуализм, когда человек неуклонно стремится к смене пола. Кроме вот этого, вот отбрасываем, потому что это редкое явление за гранью нормы. Это за норму. Да, да, да. Это единственное, что мы не можем сменить от момента рождения до гробовой доски. Все остальное, заметим, параметры тела наши меняются. Убеждение можно изменить, имя изменить, национальность, переехать, гражданство изменить. Убеждение — был коммунистом, стал демократом или наоборот. Все, возраст меняется, был холост, женился. Не дай бог попал под трамвай, живешь с одной ногой. Ну, живешь даже... А вот пол — нет. Это самая сущностная характеристика. Сущностная. И Фрейд, в общем-то, я думаю, что он правильно говорил, что то, что связано с нашей половой принадлежностью, сексуальной, но не секс в смысле просто желание и там действия и какие-то ощущения, половой акт, все. А секс как живительный, которое вот как мы в том примере с этим начальником, переживание. То, что Фрейд и говорил, либидо — это вообще жизненная сила, связанная с эросом. Вообще, он, надо сказать, что либидо вообще рассматривал просто как вообще некую энергетическую вещь. Да, некий двигатель человека. Физически понимал, да. Он говорил о том, что человека движут две силы — эрос и тонатос. Эрос — это все связанное с эротическим, любовь к жизни, к матери, желание жить, удовольствие, не знаю, хороший аппетит, тщеславие, карьера и тонатос, как влечение, бог смерти, влечение к разрушению, агрессия, желание кому-то причинить что-то, самоагрессия. Но это не образы литературные, за этим стоят какие-то научные вещи. За этим стоят вещи, да. Вы знаете, что есть люди, у которых, скажем, на самоубийство никогда сил не хватит, чтобы сознательно взять, влезть в петлю, повезть, но они будут изо дня в день себя убивать. Не знаю, алкоголем, никотином, наркотиками, неправильным поведением. Ему говорят, вам нельзя, у вас такой-то диагноз, а я не могу отказаться. Это, в общем, влечение к смерти, которое они не могут преодолеть, но на сознательном уровне повесятся они тоже. И которое они не понимают, да, причины этого? Нет, вот когда он осознает, он может прекратить это поведение, то есть разрушающее поведение. Поэтому в определенном смысле слова, тем более рождающийся ребенок, он рождается из матери и тут же к ней приникает. Из матери же он получает первое питание, то есть у ребенка некая связь с теплом, с получением от другого человека пищи, это все эротично. И поэтому в определенном смысле слова, Фрейд прав, в определенном смысле слова, что, пожалуй, наша сексуальность – это одна из важнейших сил, которые нами руководит. Только, опять же, не понимаем сексуальность как узкофизиологическую вещь, как многие иногда считают. Что такое сексуальность? Это как голод. Захотел, поел, и ты сыт. Сексуальность – захотел секса, нашел партнера, устроил секс, все. Это ерунда, конечно. Я понял, что вы говорите о том, что все-таки принадлежит к определенному полу. Конечно. Именно к полу. Именно по этой причине мужчина и женщина – это что-то совершенно разное. Вы знаете, Фрейд очень любил, вы, наверное, знаете, может быть, ее и вспомним, легенду об андрогинах. Она же очень существенная. Мало того, что она красивая, почему тоже Фрейд иногда пользовался такими легендами? Ведь в каких-то мифах и легендах иногда сконцентрирована супермудрость. Например, мы же знаем, многие восточные религии вообще на притчах, просто построены на притчах. Комментарии к Талмуду – это тоже определенные притчи. Так вот, когда-то, якобы, когда-то… Вопрос есть, да. Алло, алло. Мы вас слушаем, алло. Еще раз добрый вечер. Еще раз добрый. Вот я вам звонил недавно по поводу потенции. Значит, сейчас я слушаю вас. Сейчас стало легче, не может. Вы так отмахнули, ну, оба отмахнулись рукой, что ничего страшного, в общем-то, в этом. А вы сейчас говорите обратные вещи, и в частности мне, что там сексуальная потенция, она там влияет очень физиологически и умственно, и морально, и прочее, прочее. То есть, вот получается, в принципе, я вам как бы пожаловался о том, что меня вот эта проблема волнует, и не меня, я думаю, одного вот в таком виде. А в чем? И в том числе, как вы говорите, накапливается вот эта, так сказать, физиологическая, не физиологическая, умственная такая напряженность вот эта, и с часа и в час, это в течение полугода, это все-таки, я так понимаю… А в чем ваш вопрос, простите? А в чем вопрос? Я что-то не понял у вас. А в чем сейчас ваш вопрос? Сейчас вопрос, вот я вам говорил по поводу того, что вот в связи с переводом стрелок, значит, уменьшилась так называемая потенция, точнее, она переросла в другую… А в чем проблема, почему… Немножко, милучка, 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 как вас зовут, прошу прощения? Меня Борис Петрович зовут. Борис Петрович, скажите, а в чем проблема? Вставайте на час позже, ложитесь на час раньше. А как я могу? Мне же на работу вставать нужно. А из-за работы, понятно, социальная проблема. Борис Петрович, пардон, а сколько вам лет, извините? Мне 54. Вот, Борис Петрович, вот давайте мы так, я не вижу никакой трагедии. Выходные дни есть? Ну, есть, в принципе. Значит, смотрите, значит, получается, что сексуальный режим у вас вполне может быть один-два раза в неделю. Ну, выходные дни. Поверьте мне, поверьте мне, которые кроме науки практикуют уже больше 30 лет. Если все 54-летние мужчины нашей страны имеют сегодня секс один-два раза в неделю, то мы с Андреем Михайловичем сейчас встанем и в пояс им поклонимся. Поэтому нет у вас особых проблем. Вы, ну... Растерялся. А перед работой, ну, как ни уж, обойдитесь без секса. Меня, можно сказать, успокоили, но это я в таком возрасте. А вот я просто эту проблему хочу поставить перед вами, что... А другие-то тоже наверняка как-то... Нет, давайте... Это смещение... На них тоже влияет? Давайте я вам скажу следующие вещи. Вообще, самое-самое вредное для здоровья – это жизнь. И поэтому вы можете привести массу примеров и в ту, и в другую сторону. Один будет говорить о сексе, другой будет говорить о индивидуальной деятельности. Третий... Сейчас давайте я закончу, поскольку это не только к вам. Значит, третий будет говорить вообще там о физическом здоровье. Это известная вещь – перевод часов. Она присутствует во всем мире абсолютно. Да-да-да. Потом почему же это существует? Вот у нас есть... Он не во всем, вы не совсем правы, не во всем мире. Ну, я абсолютно прав, потому что я являюсь членом государственной комиссии. Уже Китай полтора миллиарда, он не перевел в Китае. А вы уверены, что в Китае способствуются, если честно, лучше? Нет, я хочу вам сказать, что в той части мира, в котором есть часы, и в котором есть единое время, и в которых вообще в просвещенных странах есть так называемые государственные комиссии единого времени и эталонных частот, я почему это знаю, потому что я участвую в работе этой комиссии, это довольно обычное явление. Никаких особых проблем это не порождает. Я, кстати, первый раз слышу, что вокруг этого, вот именно в этом контексте, в этом контексте проблемы, что, оказывается, с половыми делами там возникают проблемы. Я думаю, что это... Я не понимаю, что это массово. Просто осчастливить всех переводом стрелок, мне кажется, это не так. Невозможно. Я вам скажу, осчастливить всех невозможно ничем. Да, да, да. Это абсолютно просто. А зачем природу изменять? Вот это тоже вопрос. А никакой природы нет. Я хочу вам сказать, что природа, есть часовые пояса, если я сейчас вам буду рассказывать, как устроено время, в том числе и время, которым мы пользуемся в нашей бытовой жизни, это все не так просто, как вам там кажется. Ну, не знаю. Оно переводилось много раз и довольно основательно. Вы живете, например, вы, если бы вы жили в Москве, москвич мне мог бы сказать, а почему я живу по петербургскому времени? Вы в курсе дела, что московское время относится к поясу, в котором находится Санкт-Петербург. Ни у кого не возникает проблем, то есть на час расходится с реальностью. Вы сейчас так запутаете, что потенция исчезнет еще у нескольких человек. У москвичей исчезнет, да, хорошо. Понятно. Спасибо за вопрос. Давайте вернемся. Хороший вопрос. Интересно, что он завязал сразу же все. Да, но это опасная логика. И метрология, и сексология, и астрономия. Это опасная логика, знаете, есть такая логика, что вообще-то известно, что порядка 90% смертей происходит, когда человек лежит в постели. Самое опасное место, да. Значит, надо избегать постели и просто стараться не ложиться в постель. Будешь дольше жить. Десятилетиями. Да, я согласен, что с этим есть проблема. Хорошо, вот смотрите. Значит, вот очень интересная тема затронули. Она уже относится к нашей общей теме. Вот один наш зритель задал вопрос о демократии. И вот меня это, кстати, навело на мысль о том, что, возвращаясь снова к Фрейду, что Фрейд, который, насколько, наверное, публика старшего поколения и среднего поколения должна знать, что были проблемы вообще с тем, чтобы вообще фрейдизм изучали. И вообще все, вот в том числе и психотерапии, и сексологии. Вот именно, вот именно. Почему Фрейд, который был, ну, как бы, с нашей точки зрения, вообще совершенно ортогональными вообще представлениями о мире в нашей стране, был тем человеком, которого в самом начале большевики полностью поддерживали. Сам Фрейд в идею социализма верил, ну, просто совершенно бесконечно считал, что эксперимент, который держится в России, это эксперимент, который действительно удачный и очень благородный эксперимент. А это был действительно умный человек. Более того, я хочу сказать, что это человек, который имел основание переживать, потому что вы знаете, что он был изгнан, когда Австрия была захвачена Германией, он был изгнан, вернее, это не изгнан, а только под давлением американского посла в Париже, ему разрешили уехать в Англию, при этом, замечу, его гестапо потребовало, чтобы он написал в своем заявлении, что никаких проблем с гестапо не имел, про этот человек с юмором был написал, что не только говорит, он не имеет никаких проблем, не имел проблем с гестапо, он всем рекомендует познакомиться с этой замечательной организацией, было так написано. Более того, у него, если я правильно помню, или сестра, или две сестры в итоге закончили жизнь в концлагере. Абсолютно точно, больше того, вы знаете, что его книги сжигали, Фрейд по этому поводу в Лондоне сказал, что, конечно, времена изменились, мир стал значительно лучше, потому что в старые времена меня сожгут сейчас мои книги. Вот как совместилось вот это представление, и даже такой житейский опыт, вообще с таким, в общем, откровенно говоря, восхищенным отношением к Октябрьской революции, к революции в России? Ну, я думаю, что это все немножко относится к таким вот романтическим, как бы, переживаниям. Ведь первые большевики вообще были романтичны, ну, можно сейчас сказать, нелепо романтичны. Я думаю, что они купились на возможность переделки человека, потому что, как бы, да, психоанализ, вот мы подвергаем человека психоанализ, и он становится другим. Лучше. Да, вот мы построим там общество новых людей. Фрейд, действительно, он тоже восхищен, ну, какой-то эксперимент такой, но это у него быстро прошло. Вы знаете, у него была одна из последовательниц, она здесь была в России, в Советском Союзе, тогда еще Россия она была, Сабина Шпилрейн такая, которая была патриоткой, если так можно сказать, она не уезжала категорически, и переписка есть очень интересная Фрейда с ней, ну, естественно, закончила жизнь в Харькове, будучи расстрелянной, когда туда пришли фашисты. И Фрейд ведь быстренько переболел. Есть знаменитое его письмо к ней, где он пишет о том, что он понял, что такое большевизм. Это запрет на мышление. Замечательно. Вот его формулировка. Замечательно. Дальше. Потому что он застал уже большевизм в неромантических этим. Да, 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 уже конец 20-х, когда пошли уже Соловки, и репрессии, и так далее. Более того, я вам скажу, он умер в 39-м году. В 39-м году. В 39-м году. В 1856-м. Он большую жизнь прожил. В 83-м году он прожил. Да, и более того, подвергся многим операциям. У него рак челюсти был. Да, да, да. Все время оперировали. Сигары курил бесконечно. Более того, он сказал фразу, которая очень интересна. Потом-то она стала уже, как бы, немножко расхватываться, но он автор этой фразы. Опять же, в письмах к ней, это очень интересная вещь. Что он писал о России? Он писал, я очень люблю вашу страну и ненавижу ваше государство. Это четкое разделение. Страна, то есть власть. Как история, люди, да, и государство, как система власти. Но это были те 30-е годы, когда концлагеря, процессы, враги народа и прочее. Так что... Лев Монисеевич, вот осталось там чуть больше минуты. Да. Вот как профессионал, вот скажите, пожалуйста, самую важную рекомендацию, как, не как психотерапевт, а как сексолог. Самая важная рекомендация, я думаю, состоит в следующем. Научная рекомендация. Научная, научная. Человек, который хочет быть обаятельным и сексуальным, и привлекательным, и успешным, он должен заботиться не о... Вернее, я бы сказал так, не только о предстательной железе, о каких-то сугубо физиологических вещах. Он должен развивать свою личность, прежде всего. Обездушенная сексология это секс насекомых, травоядных, верблюдов, там, не знаю, хищников. Человеческая сексуальность это всегда переживание, это всегда обогащение личности. Вот, обогащаете личность, и все будет хорошо. Сексуальность будет тоже не бедная. Я хочу в заключение сказать, что я понял, что подавляющее большинство зрителей знает вас как доктора Щеглова, а я хотел представить, и думаю, это нам удалось, показать, что перед вами не доктор, практикующий, не только практикующий доктор Щеглов, а профессор, доктор Медицин Сминук, один из крупнейших ученых в этой области, в нашей стране, и в поплённом смысле, и даже за рубежом. Я благодарю вас за то, что вы нас слушали и смотрели. Спасибо. Всего доброго.